Принято ли уже решение по ставкам? Ну и можете ли вы их озвучить в нашем эфире? Да, действительно. Вот существует мы на площадке Атамикена создали, провели дискуссии 4 или 5 раундов. Проводил их Министерство экологии и геологии природных ресурсов, Министерство индустрии, и экспертное сообщество, и настоящие эксперты, и псевдоэксперты, и автопроизводители, и потребители, и все-все-все. Конечно, мнений очень много. Мнение обнулить вообще утильсбор для того, чтобы мы завозили в страну, и в том числе и автохлам, и попытка дискредитировать наше отечественное машиностроение и все-все-все прочее. Тем не менее, принято решение, взвешенное решение, уровень вот этого стимулирования автопрома, в принципе, позволяет нам снизить на 50% ставку на все виды автомобильного транспорта и производимой сельхозтехники. Далее. Средства, которые, как я уже говорил, мы объявили об этом в январе, более 200 миллиардов тенге, которые в свободных остатках находятся на счетах Жасалдаму, они должны быть использованы во благо населения. Каким образом мы решили это сделать? 100 миллиардов тенге будут переданы на льготное автокредитование для покупки отечественного автомобиля. Условия будут следующие. 4% годовых и нулевой первоначальный взнос. В отличие от нынешней льготной программы, где 20% первоначальный взнос и 4% годовых сроком на 7 лет. Вот ноль первоначальный взнос, 4% годовых и срок 7 лет. Понятно, что сегмент это недорогие автомобили для наибольшего охвата. Таким образом, 71 тысяча наших граждан смогут приобрести автомобиль, новый автомобиль по доступной цене и доступные кредитные ресурсы. Теперь второй момент. Принято решение 30 миллиардов тенге направить на обновление автобусного парка для улучшения ситуации с городскими автобусными перевозками. Необходимость в этом давно назрела. Однако, есть определенные трудности покупать автобус, платить с определенной процентной ставкой. Это для наших перевозчиков будет накладно. Они перенесут это на стоимость проезда, что тоже нежелательно. Поэтому принято решение по нулевой ставке сроком на 7 лет продавать эти автобусы нашим перевозчикам. Таким образом, мы будем стимулировать нашего отечественного производителя. И эти средства будут работать на благо граждан. Ставки снижены будут на 50%. Мы будем смотреть, есть ли необходимость нам либо дальнейшее снижение, либо увеличение. Но сейчас принято такое решение. Поэтому я абсолютно убежден, что все разговоры о том, что у нас якобы фейковые автопромы, фейковые сельхозмашиностроения, нужно прекратить. Мы будем продолжать работу по развитию нашей промышленности, несмотря на то, что существуют какие-то отличные мнения и существуют, как я уже говорил, манипуляции, попытки, по крайней мере, манипуляции общественным мнением. Мы твердо намерены развивать собственную промышленность и работать во благо именно нашей страны, во благо экономики. Продолжение следует...